Доброе утро всем! Просыпайтесь вместе с нами Дмитрий Соловьянов, Анна Шамбадал, а у нас в квартире ГАЗ. Как много человек в Челябинской области могут сказать именно так? Они с каждым годом все больше и больше тебе могут сказать, ведь в Челябинской области идет активное подключение сел, поселков и деревень к ГАЗу. Какие объекты попали в программу газификации в этом году, нам расскажет наш гость. У нас сегодня в студии первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Беловкин. Иван Викторович, доброе утро! Доброе утро! Иван Викторович, расскажите, пожалуйста, как проходит актуализация схемы газоснабжения в Челябинской области и, собственно, для чего она необходима? Схема газоснабжения в Челябинской области – это основной документ, на основании которого вообще происходит развитие газификации. Она у нас была разработана в далеком 1997 году Газпромом, а частично она реализована в каких-то муниципальных образованиях, где-то она уже требует актуализации. Но в любом случае на этой схеме отображаются все действующие газопроводы, перспективные газопроводы и на ее основе осуществляется проектирование и строительство. А если говорить про программу, которая у нас на 2020 год запланирована, какие крупные объекты в нее вошли? У нас две программы газификации. Одна называется региональная программа газификации. Она необходима для того, чтобы отразить перспективу развития. И на основании этой программы осуществляется проектирование. То есть газораспределительные организации выдают технические условия заявителям на проектирование. А вторая программа, через которую мы осуществляем финансирование уже объектов газификации – это государственная программа «Доступное комфортное жилье». У нее есть программа газификации, за счет которой из бюджета выделяются ресурсы и строятся газопроводы. Хочется у вас спросить, что делать в таком случае, если на каких-то ГРС не хватает мощности и газифицировать дома из-за этого как-то невозможно. Да, мы в последнее время столкнулись с серьезной проблемой. У нас в области больше 100 ГРС, при этом около 16 ГРС перегружены. То есть есть производительность ГРС условно 100 тысяч кубов, а по факту потребление составляет 101 или 102. То есть она перегружена, лимитов выдана больше, чем она может пропустить газа. В этом случае требуется либо строительство нового блока, либо реконструкция существующего. Как правило, ГРС является собственностью «Газпрома». И для того, чтобы реконструировать, нужно попасть в соответствующие программы «Газпрома». Сегодня на уровне губернатора Челябинской области Алексей Ленинович лично этой проблемой погружен. Занимаемся и с Минэнерго, и с «Газпромом», для того, чтобы провести реконструкцию этих ГРС. Ну и хочется еще узнать, если говорить в процентном соотношении, насколько Челябинская область у нас газифицирована и что делать, если ты хочешь попасть в программу? Да, уровень газификации Челябинской области сегодня составляет около 73%. Для того, чтобы попасть в программу газификации, жители заявляются либо в газораспределенную организацию, либо в муниципалитет со своим коллективным заявлением о необходимости проектирования. На основании заявления муниципалитета мы включаем этот объект в региональную программу газификации. Это дает основания получать технические условия у ГРО. И на основании технических условий уже заключать договор с проектировщиком и проектировать соответствующий объект газификации. После того, когда будет получен проект и положительное заключение глав госэкспертизы на этот проект, опять же муниципалитет в составе своей заявки направляет этот объект для включения уже в программу доступное комфортное жилье для ее финансирования. И финансирование на сегодняшний день в разы увеличено Алексеем Леонидовичем. Раньше у нас объемы финансирования были 150, 300, 500 миллионов, не более. А на ближайшие три года, 20, 21, 22 объемы финансирования увеличены до 1 миллиарда рублей в год. И мы планируем за ближайшие три года реализовать все проекты, имеющие экспертизы, в том числе и созданные с участием населения. Иван Викторович, то есть получается не за горами стопроцентный такой порог газификации Челябинской области? Ну это некая цель, к которой всегда надо стремиться. Всегда что-то появляется в воле. А насколько долго может занять вот этот вот процесс подготовки газификации? То есть вот вы сказали, что все это заполнять, все-все-все, насколько он долгий? Как правило в поселках, даже вот взять отдельно выделенную улицу, можно газифицировать отдельную улицу в поселке, если в поселок газ пришел. Как правило есть активист, который собирает жителей, собрания, агитирует всех, давайте сделаем проект, собирает там небольшую сумму средств, заключает договор. Он может этот договор заключить через муниципалитет, через ГРО, то есть кто как договаривается, получает этот проект, ну а дальше уже по плану, по программе вся эта работа осуществляется. Но еще маленький вопрос, то есть все равно остаются, наверное, места, поселки, деревни, где люди не хотят подключаться к газу, да, и что с ними делать? Да, бывают и такие примеры, когда газопровод по улице построен, деньги вложены, какие-то дома подключаются в первый год активно, как правило это процентов 20-30, кто в первый же год подключается к газу. А дальше это удовольствие растягивается на 2-3 года и остается какое-то количество домов, которые в принципиально не хотят подключаться, ну в силу разного рода причин. Одна из них, наверное, все-таки это дороговизна внутридомового газового оборудования. Котел, газовая плита, газовый счетчик, трубопровод и другие элементы, ну достаточно дорогое это удовольствие. Может доходить до 100 и до 120 тысяч рублей, в зависимости от протяженности сети. Другая причина, просто бояться газа. Я знаю некоторых газовиков, которые не подключают свой дом к газу, спрашиваю почему, они говорят, мы боимся, газ это опасная штука, поэтому мы отапливаем электроэнергией. Конечно, электроотопление значительно дороже, чем отопление на газе, примерно раза в три. Кто-то ставит пилетные котлы, где-то посерединке между газом и электроэнергией затраты, но не совсем удобно постоянно засыпать эти пилеты в бункер. Каждый, в общем, сам делает выборы. Ну а мы напомним, что у нас сегодня в гостях Иван Билавкин, первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Спасибо вам огромное. Спасибо. Сегодня, помимо дня рождения Газпрома, еще и день российских студенческих отрядов. А вот чем занимаются эти ребята и какое к ним отношение имеет министр образования и науки Александр Кузнецов, узнала Алина Павлова.